В еврейском народе это событие называется бармитсва. Это когда мальчики достигают определенного возраста, и они становятся взрослыми перед Господом. Они берут ответственность за свои поступки, за заповеди. Подразумевается, что они уже знают заповеди, они уже могут взять ответственность. Девочки 13 лет взрослеют с точки зрения традиции и вступают в возраст полной зрелости. Это событие называется батмитсва, дочь заповеди. И сегодня у нас есть возможность поучаствовать в одном из таких важных благословений. Я попрошу кафедру, где наша кафедра, Александр, попрости. Ого, 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 ого. Браво. Неожиданно. Итак, обычно молодого человека или молодую даму вызывают к чтению Торы. Она дает свой комментарий, и вся община слушает, что говорит нам взрослый уже член нашей общины, взрослый человек, способный взять ответственность перед Господом. Итак, сегодня я имею возможность, друзья, дорогие, представить вам Ирину. Смотрите, какая она красивая. Сегодня ее день, сегодня ее батмитсва. Итак, милости просим. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем и помолимся перед началом чтения Торы. Барахуэт Адонайам и Ворах. Благословите Господа благословляемого. Баруха Адонайам и Ворах леолам ваэт. Благословен Господь благословляемый во веки веков. Баруха та Адонай, элэхэйну мэлэха олам. Ашэр бахарбану нумиколе амин. Вэнатан лану эт тора то. Благословен ты Господь Бог, наш Царь Вселенный, который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Баруха та Адонай, нотэна Тора. Аминь. Присаживайтесь. Сегодняшняя недельная глава Шмини, что в переводе и было на восьмой день. Вайкра с девятой по одиннадцатой главы. Третья недельная глава книги Вайкра. Левит. На восьмой день после семи дней посвящения, описанных в предыдущей главе, Аарон и его сыновья начинают службу в качестве священников. Два старших сына Аарона, Надав и Авиуд, приносят на алтарь чуждый огонь пред Богом, который он приносить не велел, и гибнут. Далее в главе описываются законы Аидия. Из наземных разрешенными являются только жвачные порнокопытные животные. Для рыб обязательным является наличие чешуи и плавников. Перечисляются виды запрещенных в пищу птиц. В завершении главы даются некоторые законы ритуальной чистоты, включая закон об Амикве. И народу Израиля предписывается отличать нечистое от чистого. Но давайте вернемся к девятой главе. Левит. Девятая глава. Наша тема – это служение Богу. Но для начала я задам вам несколько вопросов, на которые отвечать необязательно. Что такое служение? А зачем Богу наше служение? Все ли служение, которое мы совершаем, является Божьим? Как вы думаете, что такое служение? Как вы думаете? Ну, я поискала и нашла в словаре такое определение. Служение – это действие, которое мы совершаем перед Богом, чтобы исполнить Его волю. Но есть еще и другая формулировка этого термина. Служение – это работа, направленная на достижение Божьих интересов на земле. Давайте теперь попробуем расшифровать. Служение – это действие. Оно не одноразовое, а продолжительное. Мы должны делать то, что сказал нам Бог, для того, чтобы на земле и в наших жизнях исполнилась Его воля. Знаете, я чувствую себя Шерлоком Холмсом, который распутывает важную загадку. Давайте вернемся. Бог сотворил этот мир и нас, людей, по своему образу и подобию. И Он наш Отец, а мы Его дети. И как Отец Он желает нам только хорошее. А так как Бог желает нам только хорошее, то то, что Он нам говорит делать, полезно нам. Из этого мы можем сделать вывод и ответим на второй наш вопрос. А зачем Богу наше служение? Не Богу нужно наше служение, а только нам. Служение – это то, с помощью чего мы приближаемся к Богу. Вот я 6-7 лет любила смотреть мультфильмы про сокровища. И у каждого героя там была карта сокровищ, и на ней указан путь к сокровищу, и ловушки, к которым можно попасть. Чтобы дойти до сокровищ, нужно идти по пути и по маршруту. И тогда ловушки, поставленные врагом, нам будут не страшны. Библия – это как карта, данная нам Богом, чтобы мы могли быть успешными на пути служения Богу. Совершая служение Богу, мы приближаемся к Нему, и в этом раскрывается Его милость по отношению к нам. Давайте возьмем, к примеру, Аарона и его сыновей, который говорится в главе Шмини. Левит, 9 глава, с 1 по 4 стих. Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых. Их сказал Аарону, «Восьми себе из волов тельца в жертву за грех, и овна в всесожжение, обоих без порока, и приставь при лице Господне. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агонца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение при лицем Господнем, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня явится вам Господь». Бог сказал Аарону принести жертву. Он сказал, что принести в жертву? Волов и тельца в жертву за грех. Хлебное приношение с елеем. Он сказал, где принести жертву? В Скинии. И кто должен ее принести? Аарон и народ. Это были условия служения Богу. Он сам их назначил. И в этом всем самое основное было послушание Аарона и еврейского народа. Они были послушны Богу. И как результат Писание говорит нам в книге Левит. 9 глава с 22 по 24 стих. «И подняла Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в Скинию собрание, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и туг, и видел народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». А сыновья Аарона сделали совсем по-другому. Давайте посмотрим. Левит 10 глава с 1 по 2 стих. «Надав и авиу цены Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принести при Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Но важное место в этом стихе – это «принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им». Сыновья Аарона были избраны Богом на служение пред Господом, чтобы через них Бог мог обращаться со своим народом. Они были освящены вместе со своим отцом Аароном и братьями. Они даже видели Бога и остались живых. При всех этих хороших вещах они сделали то, что Бог им не говорил делать, и они сгорели. Вы можете спросить, где справедливость? Служение Богу полезно нам, потому что через него мы приближаемся к Богу. Оно почетно, но оно ответственно. Бог благословил Аарона и народ Израиля, потому что они были послушны его повелению, потому что послушание Богу превыше жертвы. Пророк Самуил говорил об этом так в книге 1 Царств 15 глава с 22 по 23 стих. И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овну. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». И последняя мысль. Служение Аарона было направлено, чтобы весь еврейский народ приблизился к Богу. Служение сыновей Аарона было направлено, чтобы самим приблизиться к Богу, получить прибыль для себя. Они сделали это, чтобы получить славу и почесть в глазах других людей, и гордость погубила их. Писание говорит, 2 Коринфянам 5 глава 17 по 18 стих. «Итак, кто во Мессии Ишуа, тот новое творение. Древнее прошло, а теперь все новое. Все же от Бога, Ишуа Мессии, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Наше служение Богу направлено на созидание общины Божьей, проповеди Благой Вести, евреям и неевреям. Бог дал нам дары и служения, Он дал нам Писание. Святой Дух учит нас и открывает волю Божию. А мы должны служить Богу, не ожидая, что Он обязательно возвысит нас за это. Наше служение исходит из благодарности и любви. Давайте будем служить Богу, как Аарон, являя Бога Израиля в жизнях других людей. Давайте будем послушными Его воле, чтобы все, что Он приготовил для нас, было исполнено. Давайте будем внимательны в нашем служении, чтобы не ставь надавом и авиудом, и сгореть, делая то, что Бог не говорил делать. И вы увидите, как Бог совершит невозможное через вас служение, которое Он вам доверил. Вы увидите ответы на молитвы и много людей, оставивших неправильную жизнь и примирившихся с Богом через Ишуа. Давайте теперь ставим и помолвимся перед окончанием Торы. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, Который дал нам истинную Тору и насадил среди нас вечную жизнь. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Итак, друзья, если вы не заметили, то была ее речь составлена по всем правилам. Были поставлены богословские вопросы. Что нам это даст служение, как мы будем это делать и так далее. Было четыре пункта и четкие ответы и в конце призыв. Но, как говорится, далеко пойдешь. Правда? Итак, друзья, я представляю вам Ирину. Ирину, которая выросла. Ирина, которая способна ходить перед Господом и самой нести ответственность за свои поступки. Мы понимаем, что перед ее будущим еще длинная жизнь, еще много событий. Но, тем не менее, это важное начало. Я хотел бы позвать маму. Я думаю, что у мамы есть что сказать. Просим. Дима. Шаббат шалом, дорогая община. Я хочу сейчас воздать всю честь, хвалу и славу нашему Господу, Отцу нашему небесному, Богу Израилю, за это чудо. На самом деле, Он захотел, Он родил ее. Это была не моя воля, это была Его воля. Его совершенная, благая и угодная воля для меня. Все, что вы видите, это Его дело рук. Все, что внутри нее, ее глаза, волосы, все, из чего она создана и состоит, это все Он. Моя честь и моя часть в этом деле, в этом процессе была в том, чтобы познакомить ее с Господом, в том, чтобы явить Его в ее жизнь, в том, чтобы сделать Его реальным в ее жизни. Потому что в притчах написано, что 22 глава, 6 стих «Наставь юношу при начале пути Его и не уклониться от Него, когда и состарится». Я считаю, что это самая важная часть для любого родителя, в любой семье, для любого ребенка это реально благословение, потому что жизнь без Бога это не жизнь. Вот. И Бог не замедлил, Он явил себя в ее жизни, Он буквально контролировал каждый шаг. И я благодарна Ему за то, что Он заполнил пустоту в ее сердце, которая образовалась в результате отсутствия физического Отца. Он стал настоящим, реальным ее Отцом. И я хочу благословить ее такими словами. Исаия, 58 глава, 11 стих. Дорогая моя доченька, пусть Господь будет вождем Твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу Твою и уточнять кости Твои, и Ты будешь, как напоенный водой у сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Да будешь Ты благословенна перед Ним, да будут пути Твои, они чисты и светлы, да будешь Ты, как напоенный водой у сад, что можно сказать лучше. Я благодарю Его за это чудо, за этот подарок, за все Тебе честь, хвала и слава. И шо, дорогой, спасибо Тебе. Я Тебя люблю. Аллилуйя. Вот именно ради этого мы это все и проводим, друзья. В лишний раз благословение не бывает лишним, правда? Итак, давайте мы все как община сейчас... А, есть еще детское служение у нас, да? Да, мы от детского тоже Тебя поздравляем, мы очень рады за Тебя. Благодарим Тебя за Твое служение в детском, потому что Ты помогаешь с маленькими детками, и я очень рада, что я могу спокойно Тебе доверить какую-то работу. Спасибо Вам за то, что Вы воспитали такую ответственную дочь. Пусть Господь Тебя благословит. Спасибо. Давайте мы все благословим. Аминь. Протяните, пожалуйста, свои руки. Святой Бог Израилев, мы благодарны. До этого момента, до этого возраста Ты благословил ее. Проходя тяжелые моменты жизни, легкие, печальные, счастливые, Господь, Ты всегда был с нею. И мы просим, чтобы так и было, чтобы Ты всегда был с нею. Как община мы Тебя благословляем. Мы говорим, будь благословена при входе и при выходе. Будь благословена во всем, что Ты делаешь. Да благословит Тебя источниками верхними, нижними. Да благословит Тебя Господь всем необходимым для Твоей жизни и благочестия, чтобы Ты ни в чем не нуждалась. Но чтобы была явлена Божья благодать в Твоей жизни во имя Ишуа. Да сохранит Он Тебя от всякого рода зла, от злых людей, несчастных случаев, неприятностей. И даст Свою благодать и победу. Как община мы благословляем и говорим, исполняй заповеди Божьи с почтением к Нему. Исполняй с радостью, с удовольствием. Да благословит Тебя Господь любить Его, любить Тору, любить Слово, любить Божьи дела, любить служение. Да будешь Ты благословена перед Ним. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Итак, давайте потанцуем вместе с ней. Ирина! 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 И мы просим всех наших деток выйти сюда. Ира, я думаю, ты помолишься за них однозначно. Теперь можно это делать. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот день. Благодарю Тебя за то, что Ты нас создал, за то, что мы дожили до этого дня. Господь, я благодарю Тебя за этих детей, за то, что Ты родил их в их родителях, за то, что они появились на свет, Господь. Спасибо Тебе за то, что они Тебя знают, за то, что они любят Тебя, Господь. И пусть они будут дальше учиться и будут знать Тебя. И пусть даже некоторые будут проповедники, пусть некоторые будут пастырями, Господь. Я благодарю Тебя за этих детей, и пусть дальше они будут хорошо учиться, и пусть они будут учителей себя хорошо вести. Во имя Ишоа Мессии. Аминь. Аминь. Некоторые будут проповедниками, некоторые будут учителями. Все как нужно, правильно. Субтитры создавал DimaTorzok